Логические задачи. Тема нашего сегодняшнего первого урока. И сейчас я вам покажу задачку, которая, давайте так, будем считать, что она суперсложная. Потому что она на самом деле суперсложная. Кто-то из вас там на первый взгляд даже скажет, что она простая, потому что в общем метод решения этой задачи знает, но она удивляет многих, кто так пишет. Например, даже я, когда первый раз ее читал, подумал, да, легко, но потратил 20 минут на ее решение. 20 минут на Олимпиаде это очень много. Такие задачи нужно решать быстрее. И поэтому сейчас я вам эту задачу покажу, однако мы с нее начинать не будем. Мы начнем с другой задачи, с задачкой попроще, разберем на ней сам метод, сам способ, а уже потом перейдем к этой большой сложной задаче и решим ее, и я уверен, она не покажется вам такой сложной. Давайте посмотрим на нее. И вот вы мне скажете сами, сложная она или простая. Только говорить честно, знаете, не хвастаясь. А то любят многие написать, да, она вообще изи, очень просто, очень легко. А потом, когда я буду голосовалочки для вас устраивать, очень много неправильных ответов появляется. Вот с недавними ребятами так и было. Ну что ж, поехали. Окунемся в мир магии. У нас сегодня такая тематика Олимпиады будет магическая. Итак, Маша, Ира, Ксения и Арина, это мы уже читаем условия задачи, можете читать вместе со мной. Давайте еще раз. Маша, Ира, Ксения и Арина очень крутые волшебницы. Каждая из них владеет одним продвинутым магическим навыком и говорит на одном из сложных языков. Навыки и языки у них разные. Маша виртуозно варит зелье. Девочка, которая говорит на эльфийском аз в защитных чарах. Ира, эксперт в магических животных. Маша не знает элементального языка, а Ира не владеет великаньим языком. Ксения плоха в трансфигурации, а магический зоолог не говорит на элементальном. Кто-то из них точно знает гномий язык. Нужно определить навык каждой девочки и каким языком она владеет. Вот я видел, как чат замолчал сейчас. Вот я прям все время, пока я читал условия этой задачи, чат молчал, ни одного сообщения не было. Все такие, господи, что девочка, которая говорит на эльфийском аз в защитных чарах. Я первый раз слышу о эльфийском, еще первый раз слышу о защитных чарах. А оказывается, кто-то ими владеет. Да? Ну такая непростая формулировка у этой задачи. Вот я вижу уже там говорят, нужно сделать две таблицы. Легко, непросто, средне. Таблицу надо средне, просто. Ну так. Кажется просто, но нужно немножко времени записать. В этой задаче много... Не успел прочитать. Очень трудная задача, очень много математики. Кто-то пишет. Если у нас будет минут 7-10, наверное, мы и сможем решить. Ну, 7-10 минут, так сказать, неплохой результат. Но я вот честно говорю, когда первый раз решал, потратил 20. Но это я давно не тренировался. Так. Нужно составить таблицу и видеть. Сложно, сложно, нужно, сложновато, среднее. Ну, смотрите. Во-первых, я рад, что есть те, кто пишет, что задача сложная. Потому что я согласен. Ну, вот, несмотря на то, что вроде возраст уже у меня такой побольше, чем у многих, да. И вроде преподавателем являюсь, но тем не менее, такая задача мне кажется сложной. Ну, понятное дело, я масштабирую и на ваш возраст. Но и для, скажем так, взрослых людей, она тоже челлендж. Это вот именно такие задачи часто появляются, как, знаете, вот эти вот рекламные блоки в странных новостных сайтах. Только 1% людей может решить эту задачу. Вот именно такие задачи там и прячутся. Внутри, да, неочевидные немножко. Вот. Да, математики здесь действительно нету. Вот правильно пишет человек, Филипп. Так что, ну, без математики задачка, но она, в общем-то, на информатику. Ну, мы ради этого здесь и собрались. Итак, давайте разберемся, как решать такие задачи. Даже не эту, а конкретно такие задачи. Но начнем решать с более простой. Метод, который нам пригодится, многие в чате правильно определили. И это, кстати, самый большой респект. Правильно определили метод. Метод табличный. Эта задача решается с помощью таблицы. То есть нужно составить табличку. И мы сейчас с вами это сделаем и узнаем несколько тонкостей про составление таблицы. Но так как эта задача была реально сложной, мы начнем решение такой задачи с упрощения ее. То есть возьмем более простую задачку, разберем на ней метод, а уже потом, используя этот метод, решим эту большую. Итак, поехали. Итак, поехали. Начнем с простого. Начнем с простого. То есть берем более простую задачку. Давайте прочитаем ее условия. Я уверен, что она покажется вам сразу, сходу более простой. Кстати, запомните, кто писал, что задача сложная, запомните. Кто даже писал легко, запомните, что вы писали. В конце эфира спрошу у вас, изменилось ли ваше мнение. Стала ли эта задача для вас проще, или может она оказалась сложнее, чем вы думали. Давайте пройдемся по всем пунктам, которые я для вас заготовил, чтобы, скажем так, разобраться в этом получше. Итак, задача. Собираясь в путешествие, Иннокентий нашел под подушкой, на столе и под комодом все необходимое. Флакон зелья, том заклинаний и шляпу. Действительно, все, что необходимо в путешествии. Бутерброды? Нет. Под комодом он нашел не том заклинаний. Вот это он магистр йода просто. Флакон и зелья никогда не валяются на полу. Тома с заклинаниями не оказалась на столе. Что где лежало, если в каждом месте находился только один предмет? Вот такая вот задачка. Реально простая. На самом деле, такую задачку можно решить и в уме, если очень постараться. Но я не рекомендую, потому что на Олимпиаде вам надо не проявить себя, какой вы быстрый и классный, а точно правильно решить. Не ошибиться, чтобы потом не думать, ах, надо было, скажем так, подольше посидеть над задачкой. Не слишком выпендриваться. Вот. Такое бывает, ребят. Такое бывает, что думаете, что легко, пренебрегая эти техники безопасности, сдаете неоттестированное решение и получаете минус. Вот. Собственно говоря, давайте научимся решать такие задачи. С чего лучше это дело начать? С построения таблицы. С чего начинаем построение таблицы? С подсчета количества различных объектов. То есть, что нам нужно, чтобы построить таблицу? Тот самый метод, который я сейчас обещаю, будет волшебным и решит эту задачу. Первое, что мы делаем, считаем количество объектов. Объектов здесь три. Флакон зелий, том заклинаний и шляпа. Да, то есть три объекта. Флакон зелий, том заклинаний и шляпа. Три объекта значит, что нам надо составлять таблицу из четырех строк. Ну, это на самом деле логично, потому что одна строка нужна под заголовок. Составляем таблицу, еще раз. Делаем под заголовок объекты. И пишем. Флакон зелий, том заклинаний и шляпа. Ну, магическая шляпа, неважно. Флакон зелий, том заклинаний и шляпа. Это еще не таблица. Да, таблица есть, как бы, ячейки. Чтобы появились ячейки, нужно добавить столбцов. А чтобы добавить столбцов, нам нужно то, что мы будем сопоставлять с нашими объектами. Это свойства. А свойства, или давайте назовем их особенностями, в данном случае тоже очень несложно посчитать. Где наш Иннокентий найдет эти объекты? Под подушкой, на столе и под комодом. То есть, три вида особенностей. Под подушкой, на столе и под комодом. То есть, у наших объектов есть, кстати, особенности, ну, или свойства. Под подушкой, на столе и под комодом. Очевидно, тоже надо на одну больше. Ну, мы ее уже, на самом деле, нарисовали. Вот она первая. И три еще добавляем. Под подушкой, на столе и под комодом. Табличку нарисовали. Вот этот первый этап, который есть в нашем алгоритме. Первый этап, состоящий вот из этих подэтапов определения количества объектов и их свойств. Собственно говоря, это первый этап. Мы составили таблицу. Теперь надо таблицу, ура, мы ее составили, теперь ее надо заполнить. Как мы это делаем? Очень просто. Внутри мы помещаем либо плюсик, если особенность у объекта имеется, например, в данном случае он находится в определенном месте, и минусик, если особенности у объекта наоборот нет, то есть если он в этом месте не находится, то есть он точно в нем не находится. Ну и собственно говоря, что нам нужно сделать? Нам нужно пройтись по всем свойствам, которые нам даны, надо пройтись по всем свойствам, которые нам даны, и внимательно расставить вот эти плюсики, минусики в соответствующих местах. Значит, минусик по первому свойству под коммодом он нашел не том заклинаний, не том заклинаний, значит том заклинаний не находится под коммодом. Мы ставим напротив тома заклинаний и под коммодом. Минусик. Вот он там появляется. Ой, я вижу, там есть те, кто уже нашу первую задачу страшную решил. Возможно, возможно правильный ответ, я не знаю, Екатерина, не могу так быстро проверить, но если правильный, то проверишь себя в конце, надеюсь, что верно. Однако, кстати, сразу говорю, эта задача не последняя. Это страшная задача, но я для вас припас еще одну. Пока ее правила вам не даю, так что я надеюсь, что найду еще чем вас удивить. Причем эта задача будет не сколько сложная, сколько метод применения таблиц в ней не так очевиден, как в этой предыдущей. Итак, том заклинаний не находится под коммодом. Первый минус поставили. Идем дальше. Флакон и зелень никогда не валяются на полу. И вот здесь, кстати, одна из распространенных вещей в задачах Олимпиад, это некоторые неочевидности. Например, то, что флакон и зелень никогда не валяются на полу, это значит, что, собственно говоря, у нас появляется какое-то новое свойство на полу. У нас есть вот под коммодом, на столе и где там еще? Под подушкой. На полу нет. Однако это лишь ловушка. Ловушка, потому что на полу там больше нигде не фигурирует. И задача будет нерешаема, если мы выпишем на полу. Но, однако, под подушкой это не на полу. На столе это тоже не на полу. А вот под коммодом это то же самое, что и на полу. Вот так вот любят сбивать нас авторы задач. На полу это и есть под коммодом. Ну и поэтому в данной задаче флаконы зелень никогда не валяются на полу, значит, они не находятся под коммодом. Вообще, кто под коммод что-то положил бы? Странное место. Ну и последнее правило, которое у нас здесь есть. Тома с заклинаниями не оказалась на столе. Значит, на столе наш том заклинаний тоже отсутствует. Вот такие дела. Ну что ж, таблицу мы заполнили. В нашем таблице больше ничего нет. Что где лежало, то есть только вопрос остался. А пустых клеток тут достаточно. Однако вопрос, стало ли уже что-то понятно? Когда вот просто глядишь на эту таблицу, вот сразу что-то возможно становится понятно. Давайте я прям запущу голосовалочку для вас. Вот прям сейчас все вернитесь в трансляцию, кто куда-то альтабнулся. И попробуйте подумать, что уже сейчас стало понятно. Просто кликните, что уже сейчас стало понятно. Ну-ка нажимайте. Вот, кстати, Арсений, мне нравится ответ его. Легче стало. Верно, стало легче. Как минимум стало легче, потому что, ну, мы перевели все в читаемый вид. Мы перевели все в вид, понятный компьютеру, программисту, кому угодно. В вид просто таких пересечений логических, логических связей. Мы, впрочем, не только таблицей можно решать такой метод. Его еще, такие задачи, еще их можно решать методом построения графа. Но, если честно, это не такой универсальный метод, как таблицы. Поэтому я вас лучше обезопасиваю от него. Я вот когда-то сам для себя придумал метод решения таких задач графом. Но сейчас я понимаю, что это не очень универсальный метод. Ну что ж, большинство ответило. Давайте опубликуем результаты, посмотрим, как там вы ответили. Например, 71 человек говорит, что том заклинаний под подушкой. И 71 человек правильно определил, что уже сейчас становится понятно. Вот, например, то, что флакон зелий был на полу, это явно не так. Вообще у нас минус там стоит. Но кто-то такие варианты ответил. Ребята, либо вы недостаточно внимательно смотрите, либо пытаетесь саботировать нашу задачу. Но стоит сразу констатировать факт, что уже эта задача оказалась не такой понятной, раз не все ответили правильно. Да, нормально. Внимательно. Если том заклинаний не находится на столе, а мы это знаем, не находится под комодом, а мы это знаем, то, очевидно, единственное место, где он может остаться, это под подушкой. Ну не может он больше не тебя быть. Значит, посмотрев на эту строку, мы можем смело поставить внутри плюсик. Напротив, под подушкой. И, в общем-то говоря, это первое правило, которое в таких задачах применительно к таблице нужно усвоить. Это то, что если во всех клеточках напротив какой-то строки минусы, то в оставшуюся можно смело поставить плюс. И второе правило, которое можно усвоить, смотрите, под комодом флакон зелий не может быть. И том заклинаний не может быть. Вот там. Том заклинаний не может быть. Значит, там что-то-то лежит. А эти два объекта не могут. Значит, оставшийся может. Значит, шляпа под комодом лежать может. То есть, то же самое правило применимо и к строке. И к строке. То есть, вот первое такое общее правило, что если в какой-то ячейке везде стоят минусы, то туда можно в оставшуюся поставить плюс. Оно зафиксировано. Второе правило. Это понятно. Но что мы можем здесь увидеть дальше? Ведь эти клетки остались пустые, а это правило уже неприменимо. Нет такой клетки, где две заполнены. Второе правило, которое нужно знать, это то, что если где-то стоит плюс, то есть том заклинаний под подушкой, то может ли под подушкой лежать что-то еще? Нет, не может. Флакон зелий и шляпа не могут быть под подушкой уже. Значит, мы смело можем поставить туда минусы. А если мы делаем так, у нас остается, внимательно, прекрасная шляпа, которая находится под комодом, ну, точно то же самое правило. Не под подушкой, ну, это и понятно. Раз она под комодом. Значит, на столе ее быть не может. Минус. Ну и, собственно говоря, если флакон зелий не под подушкой и не под комодом, то значит он на столе. Ну и, кстати, то же самое можно сказать, что на столе не том заклинаний и не шляпа, значит там флаконы зелий. Ну, в общем-то, хорошее место для хранения флаконов зелий. Действительно, не под комодом, не под подушкой я бы их хранить не стал на вашем месте. Да, поэтому, господа, в принципе, в этой задаче все можно было бы понять и без таблиц. Ну да, том заклинаний, ну, очевидно, он не подпирает комод, он под подушкой, ведь его же читали на ночь, да. Но, собственно говоря, данную задачу так решать было нельзя. И вот он ответ. Флакон зелия стоял на столе, том заклинание лежало под подушкой, шляпа лежала под комодом. Тут все, в общем-то, я надеюсь, понятно. И как правильно пишут ребята, как-то очень легко. Эту задачу легко решили, да. Так что, ребят, я надеюсь, что с этой задачей было понятно. Ну-ка, напишите в чат, что задача была простая, хорошая, классная, ну, или вам просто понравилось объяснение, что-то напишите. Давайте подведем пока итог этой конкретной задачи. Какой у нас получается алгоритм? Первое. Внимательно читаем задание. Без этого некуда. Всегда первое правило. Внимательно читайте задание. Если вам что-то в задаче непонятно, перечитывайте. Второе. Находим в условии объекта их количество. То есть нам надо строить таблицу. Да, вот мы поняли, что это задача решающаяся таблицей. Значит, нам надо найти объекты, чтобы посчитать количество строк. И найти особенности, чтобы посчитать количество столбцов. Да, строк, столбцов. А дальше нам надо построить таблицу. Ну и когда мы построили таблицу, мы заполняем ее плюсиками и минусиками в зависимости от того, что нам говорит наша таблица. А когда мы это сделали, мы принимаем те самые правила. Если везде стоят минусы, кроме одной ячейки, то можно поставить плюс. Если где-то стоит плюс, значит во всех оставшихся ячейках этой строке или этого столбца можно поставить минусы. И с помощью этих правил таблица заполняется. Однако, важный момент, это работает только применительно к задачам, в которых сказано, что в одном месте только один объект. Одно свойство только одного объекта. Ну что ж, все просто, объяснение понятное. Спасибо, Алина. Давайте дальше. Дальше будет не так просто. Надеюсь, во всяком случае, что для вас найдется что-то челленджовое. Ну что ж, еще одна задачка. Причем задачка такая вот, прям с реальной олимпиады. Ну, вот мы часто берем задачи из сборников, задач, да, и тут нельзя сказать, на какой конкретной олимпиаде была. Она могла быть где-то в очень-очень непонятном месте, неизвестном, сложно найти. Это задача из реальной олимпиады, причем московская олимпиаде, да, только что очень близко к нам. Математический праздник она называлась. Давайте ее тоже посмотрим и решим. Мне она очень нравится, тоже не самая очевидная. Я ее сначала решил неправильно, и потом мне было очень стыдно. Вы сейчас подумаете, что я какой-то плохой, да, первую задачу долго решал, вот эту самую страшную, эту с ошибкой, но такое бывает, да, иногда ты слишком уверен в своих силах и из-за этого ошибаешься. Но мне хватило ума перепроверить свое решение. Поэтому я понял, что решаю ее неправильно. Итак, давайте дальше. Математик с пятью детьми зашел в пиццерию. Маша говорит, мне пиццу с помидорами и без колбасы. Ваня говорит, а мне с грибами. Даша говорит, я буду без помидоров. Никита говорит, я с помидорами, но без грибов. Игорь говорит, я без грибов, зато с колбасой. Сможет ли математик заказать две пиццы и угостить каждого ребенка такой, какую тот попросил? Или все же придется три пиццы заказывать? Господа, вот такая вот задачка. Задачка имеется в виду, что нам надо сэкономить, постараться, нам надо постараться все интересы удовлетворить двумя пиццами. И вопрос, получится ли у нас это. И здесь фокус в том, что, опять же, можно в уме попробовать это все решить. Можно. но когда вы делаете это в уме, вот я сейчас вижу в чате несколько ответов уже со значениями, и один из этих ответов неправильный. Какой, не скажу пока. И когда вот вы делаете это в уме и очень быстро, вы часто делаете ошибки. Еще раз, вот два ответа мне в чат написали, один из них неправильный. Поэтому давайте научимся делать так, чтобы надежно, точно, правильный ответ писать. Потому что, если вы на Олимпиаде, такой неправильный ответ напишите, вы получите минус и не пройдете на следующий этап и будет обидно. Да? Из-за того, что поспешили. Давайте научимся решать правильно эту задачу. Такие дела. Итак, поехали. Давайте решать задачу. Сразу скажу, что эта задача не только на таблицу. Таблица здесь лишь метод визуализации условия задачи. И это то, что самое главное нужно усвоить. Таблица это просто удобный метод иногда визуализировать для себя условия. Или даже, если мы говорим о программировании, это просто способ вот это вот, скажем так, задание формализировать. Это очень-очень важно формализовать для программиста, чтобы понять, как ему эффективнее написать программу. Ну что ж, поехали. Поехали. Первый вопрос, который нужно себе задать, собственно говоря, какие у нас будут строки и столбцы. что есть объекты, что есть их свойства. Ну и, надеюсь, довольно понятно, что объектами в данной задаче выступают персонажи. То есть, наш Маша, Ваня, Даша, Никита и Игорь. Пять человек. Пять человек, мы их выписываем. Следующий момент, это надо определить особенности, свойства наших объектов. Ну и свойства здесь, я надеюсь, тоже понятно, что брать свойствами. Да, надо брать свойствами ингредиенты, пиццы. Помидоры, колбаса, грибы. А в пицце может быть три вот этих вот аргумента, три ингредиента. С помидорами, с колбасой, с грибами. Три особенности. И, собственно говоря, господа, делаем табличку. Табличку делаем на 6 на 4 размером. 6 травок, 4 столбца. Почему 6 и 4, а не 5 и 3? Потому что надо не забыть заголовочки. Многие забывают заголовочки или пишут их недостаточно подробно. Знаете, есть любители сократить Машу до М, Ваню до В, Дашу до Д, Никиту до Н, Игоря до И, и потом запутаться. Потом перепутать И и Н, и вот реально все сломается. Ребята, совет, если вы не профессионал в сокращениях, не вот уверенный в себе на 100 миллионов процентов, пишите полностью, ну, потратите на 10 секунд больше, зато надежность выше. Техника безопасности на Олимпиаде это важно. Ну что ж, поехали. Теперь надо таблицу заполнить. Таблицу составили, давайте ее заполним. У меня вопрос, у него 5 детей. Ну, во-первых, 5 детей, это же классно. Ну, это же классно. Ну, и во-вторых, я думаю, что это учитель математики, который после Олимпиады повел своих детей в пиццерию отметить результат. Вот, я надеюсь, что это так. Да, мне кажется, так круче. Ну, хотя и для детей пиццу купить, тоже круто. Ну, что ж, поехали. Заполняем таблицу. Мне пиццу с помидорами, и чтоб без колбасы написала Маша. С помидорами и без колбасы. Значит, Маше мы напротив помидоров ставим плюс, а напротив колбасы минус. Обращаю внимание, Маша ничего не сказала о грибах, ну и пускай. Оставим там пустое место. Потом задаемся вопросом, нужно ли оно нам. Ваня говорит, а мне с грибами. Значит, Ваня пишем плюс напротив грибов. Все понятно. Даша говорит, я буду без помидоров. Это значит, минус напротив Даши и помидоров. Ну, тоже все, как мне кажется, достаточно понятно. Никита говорит, я с помидорами, но без грибов. Да, я хочу с помидорами, но без грибов. Напротив помидоров ставим плюс, напротив грибов ставим минус. Вот такие дела. И следующий шаг это а я. И я без грибов, зато с колбасой, говорит Игорь. Соответственно, с колбасой плюс, а с грибами минус. Вот такие дела. Ну что ж, табличку заполнили, однако остались пустые клеточки. И если вы сейчас попробуете применять методы, которые мы использовали в прошлой задаче, получите не ответ задачи, да, задача, ответ не что куда, потому что что куда нам в условии дотошно дано. Нам надо ответить на вопрос, сколько пицц нам потребуется, да, и почему, почему нам потребуется именно столько. надо ответить на этот вопрос. А соответственно, вот эти клетки, они нам пустые, для этого полезны или нет? Вот вопрос, нужны ли нам значения в выделенных клетках? Ответ нам, специальные значения там не нужны, потому что сами эти клетки и есть значение. Есть значение. То есть, в данном случае, заполнять ее полностью не нужно. Сами пустоты, это уже некоторые свойства. В частности, в данном случае, пустоты, это символы того, что ребятам все равно, будут ли грибы в пицце, например, или нет, или будут ли помидоры в пицце или нет, все равно ванимат, например, да. Так, Тимофей, твои тройки, сейчас мы поудаляем, ребята, не надо спамить, пожалуйста, вашим ответом, так неконструктивно все будет. Итак, поехали, поехали. Давайте решим теперь эту задачу, потому что мы еще раз только визуализировали ее условия с помощью таблицы. Мы использовали таблицу для визуализации условия. Считаем, что нам нужно сделать заказать две пиццы и угостить каждого ребенка. Помните, я говорил, что я сначала ошибся. Ошибся я, потому что я решал задачу как-то не с той стороны и немножко запутал сам себя. Когда вы видите вот такой вот вопрос и заказать надо две пиццы и угостить каждого ребенка, это значит, что нам в общем надо попробовать действительно это сделать. Нам надо действительно попробовать найти две такие пиццы, которыми все могут скушать. А в этом случае нам придется отталкиваться именно от детей. Поэтому давайте, чтобы с этим справиться, найдем двух детей, которые просто по-любому не смогут быть в одной команде. Не смогут по-любому есть одну пиццу. Ну, то есть мы не сможем всех накормить одной, как минимум, потому что эти двое одну есть не будут. Ну, вот знаете, когда я смотрел и готовил презентацию, я понял, что Маша и Игорь вот хорошие кандидаты, да, они одну пиццу точно есть не будут. Потому что Маша с колбасой не хочет, вот, ну, не любит она колбасу, да, а Игорь наоборот, без колбасы пиццу есть не готов, для него это не пицца. Вот. Поэтому они по-любому в разных командах. Что мы делаем дальше? То есть мы поняли, что пицца не одна, их минимум две. Но чтобы их стало две, нужно попробовать сделать так, чтобы все остальные присоединились к этим двум командам. То есть нужно сделать так, чтобы все остальные распределились к этим двум командам. Ну и давайте прям по порядку. Вот давайте просмотрим внимательно, вы слушаете следите ли вы за ходом решения. Ваня, к какой команде сейчас должен примкнуть? Вот давайте ответьте на этот вопрос, запускаю вам голосовалочку. Какой команде должен примкнуть Ваня? Какой команде должен примкнуть Ваня? Команде Маши, может быть команде Игоря, а может вы вообще считаете, что надо команду Даши делать и по-другому никак, или команду Никиты и по-другому никак. Попробуйте написать, кому, ну, ответить, кому мне надо определить Ваню? Кому нужно определить Ваню? Попробуйте написать. Так, 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 смотрите, довольно внимательно слушаете, ну, или задача вам кажется простой. Действительно, большинство правильно отвечает, давайте уже завершаем голосовалочку, посмотрим на результаты, покажем их вам. большинство правильно отвечает, что надо определять команду к Маше. Кто-то пишет, что к Даше, но ребята, почему на втором месте Даша, я вот вообще не понимаю. Ваня к Даше сейчас создаст нам третью команду, да, то есть они не могут, не подойдут ни к команде Маши, ни к команде Игоря, а значит, что команда Вани и Даши будет третьей. Третьей нам не надо, нам надо постараться в две уложиться. Ну и Больштоп правильно ответил, действительно, Ваня команду к Игорю пойти не может, Ваня команду к Игоря пойти никак не может, потому что Ваня хочет с грибами, а Игорь не хочет, да, поэтому Ваня отправится к Маше, потому что Маше все равно будут грибы в пицце или нет, поэтому они объединяются в одну команду. Смотрим дальше, такой же логикой пользуемся, Даша может команду к Маше и Ване, Даша команду к Маше И Ваня не хочет Потому что Даша не хочет помидоров А Маша Хочет, Ваня все равно Но он в команде с Машей, уже мы договорились Вот, поэтому Даша туда не может А к Игорю, к Игорю пожалуйста Игорю все равно, если там помидоры Главное, чтобы была колбаса Я Игоря поддерживаю Хотя ладно, нет, с помидорами вкусно С томатным соусом вкусно Сейчас кто-нибудь напишет Пицца захотелось Ох, ребята, я вас понимаю Ну что ж, Даша команды к Игорю А куда девать Никиту? Давайте разберемся, куда девать Никиту Никита может команду к Маше и Ване Ну, помидоры ему нравятся, как и Маше Это хорошо А вот с грибами проблема Потому что Ваня уже просил с грибами А Никите грибы не нравятся А Игорь, Игорь с помидорами Даша уже подставила Даша уже присоединилась к Игорю И мешает нам взять Его в команду к ним Никиту Собственно говоря Ответ в том, что потребуется три пиццы Вы мне можете сказать, что нет, Максим Сергеевич Вы неправильно решили Я вот так комбинировал, комбинировал Но я вам сейчас скажу еще простую вещь Маша и Игорь По-любому в разных командах По-любому, как ни крути Точно в разных командах И уже этот сам факт Говорит нам о том, что В принципе, как ни крути Вот люди, которые в разных командах Они в разных командах И, соответственно, в данном случае Никита действительно Не в ту команду, не в ту не пойдет Можно по-другому завернуть Можно не Ваню к Маше, а Никиту к Маше Но тогда Ваня не сможет пойти к Никите Который уже у Маши А к Игорю Не смог пойти бы он в любом случае И там всегда был минус Так что, господа Три пиццы нам потребуются Грустный смайлик Математик разорится Но, с другой стороны Знаете, я бы на месте математика Не парился бы Потому что Если бы он купил две пиццы Их бы все слопали мгновенно бы А так у него хоть и ему Немножко достанется Такие дела А кто-то вначале писал две пиццы И в процессе писали две пиццы Видите Поспешные выводы делать не надо Надо подойти к задаче аргументированной Иначе ошибетесь Таким образом Мы применили табличный метод Для решения задач Которая, в общем-то, не на таблицу Таблица не давала ответ Таблица лишь позволила уйти От вот этой сложной Словесной формулировки задач Полезное применение таблиц А теперь давайте решим ту задачу Которую я вначале анонсировал Как сложную Но сразу скажу Что если вы уверены, что решите ее То, во-первых, рано радуетесь Я вам научу паре лайфхаков В этой задаче А второй момент Это будет не последняя наша задача У меня есть еще одна задача для вас Причем задача фактически на программирование Ну что ж, поехали Вернемся к главной задаче на сегодня Да, все-таки самая большая Еще раз ее прочитаем И посмотрим Стало ли она проще После того, как мы научились табличному методу Ну или помнили табличный метод Маша Ира Ксения Аринович Крутые волшебницы Каждая из них владеет Одним продвинутым магическим навыком Говорит на одном из сложных языков Навыки языки у них разные Маша виртуозно варит Делие Девочка, которая говорит на эльфийском Аз защитных чарах Ира эксперт магических животных Маша не знает элементального языка А Ира не владеет великанним языком Ксения плоха в трансфигурации Магический зоолог не говорит на элементальном Кто-то из них точно знает гноми язык Может это даже я Нужно определить, какой навык Каждой девочке принадлежит Каким языком она владеет Собственно говоря, суть в том Что у нас здесь целая куча свойств Целая куча персонажей И надо определить, кто чем обладает Причем есть языки, а есть навыки То есть две разные вещи Давайте, собственно говоря, по порядку Выполнять наш алгоритм И первый параметр нашего алгоритма Найти объекты Объекты это персонажи Маша, Ира, Ксения, Арина То есть их четверо Тут все очень понятно Идем дальше Дальше ищем свойства И свойств здесь целая тонна Причем их приходится выковыривать Буквально из условия Одним навыком И одним языком То есть у каждой навыка, у каждой языка Значит их всего восемь Да, это логично Четыре девочки, у каждой свой уникальный навык И свой уникальный язык Значит восемь в сумме Давайте их насчитаем здесь Варит зелье Говорит на эльфийском Аст в защитных чарах Эксперт в магических животных Элементальный язык Великаний язык Трансфигурация Трансфигурация И гномий язык Восемь насчиталось Все прекрасно Значит Выписываем наши особенности Зелеварение Защитные чары Магическая зоология Трансфигурация Эльфийский Элементальный великаний И гномий Бум Игорь согласен со мной в чате Прислал взрывающийся Смайлик Да, реально Вот чего-чего А особенностей здесь много Считаем И в сумме получается Что строк у нас Пять Ну да, четыре плюс один И столбцов Девять Да, ужас Восемь плюс один Получается, что в результате Вот такая таблица И это, конечно, выносит Реальный мозг Ты смотришь на это И думаешь О май гад Но на самом деле Помните, я говорил, что Я 20 минут решал эту задачу Потому Потому я решал эту задачу 20 минут Что я подумал Стоп А ведь Языки И Навыки Это разные вещи Значит, пихать их В одну таблицу Нельзя Ведь тогда у нас Плюсы Начнут пересекаться Да А я вам честно скажу Я еще и не догадался Что можно рассортировать их Я вот писал их В том порядке В котором они были Да, и у меня После Варит зелье Было говорить на эльфийском И вот когда я составил Таблицу именно так У меня получилась Очень большая Вот такая вот Запутанная таблица В которой Ну Я не мог просто Находить вот эти вот Пересечения Когда 4 минуса Значит, что 3 минуса Значит, что осталось Куда поставить плюс Вот А поэтому Тимофей Вот он написал Две таблицы Я же говорил в начале чата И Тимофей действительно Хорошую идею предложил Здесь надо составлять Две таблицы Но если составить Две таблицы То тоже будет сложно Тоже будет сложно Ну по той простой причине Что На самом деле Вам придется Искать в одной таблице Потом смотреть в другую Тоже немножко усложняет задачу Я вам покажу лайфхак Который позволяет Эту задачу решить круче Мне его подсказали Мои олимпиадные коллеги Итак Берем эту табличку Смотрим на нее Понимаем, что неудобно Хотя бы сортируем То, что я не сделал И Если прям совсем умный То Разделяем это На две таблицы Но не на две Отдельные таблицы А на одну таблицу Разделенную пополам Вот такой вот лайфхак На самом деле Такое встречается Я спросил А как вы догадались Что надо так построить Эту таблицу Своих олимпиадных коллег И мне сказали Да такое постоянно Сплошь и рядом В олимпиадах встречается Поэтому Я вас научил Сейчас такому вот методу Который крутые олимпиадники Знают Да, вот Те, кто С такими задачами Не часто сталкивался Не знает Поэтому теперь вы тоже Крутые олимпиадники Ну, как минимум По этой теме Итак, поехали Табличку научились Составлять удобную Давайте заполнять Давайте заполнять Посмотрим Достаточно ли нам Просто ее заполнить Маша Виртуозно варит Зелье Все просто Маша Да, вот она Зелье Вот ее плюсик Виртуозно варит Плюсик стоит Девочка Которая говорит На эльфийском Аз в защитных чарах Аз в защитных чарах Девочка Которая говорит на эльфийском У нас есть девочка Которая говорит на эльфийском нет защитных чарах кого делать непонятно стоит ли сейчас вообще париться по поводу этого пункта в правилах правильный ответ господа не стоит не стоит сейчас обращать внимание на те пункты которые пересекаются с чем-то что нам еще не известно просто игнорируем их ведь с не просто выделил черненьким следующий кусочек это игнорируем игнорируем все что мы не можем явно заполнить когда заполняем таблицу первый раз ира эксперт магических животных ира и животные все понятно идем дальше маша не знает элементального языка а ира не владеет великаньем языком соответственно напротив маша элементального минус напротив иры великаньева минус мне кажется все тоже неплохо идем дальше идем дальше ксения плоха в трансфигурации ну и тут тоже ничего сложного ксения плоха в трансфигурации в принципе мы на этом таблицу заполнили составили теперь надо заполнять дальше да я вот разделил это условно два этапа составление таблицы и заполнение таблиц причем обращая внимание таблицы есть сейчас вот еще а магический зоолог не говорит на элементальном и на самом деле мы уже знаем кто магический зоолог до ира и работу не животноводство поэтому поэтому мы уже можем сказать что она не говорит на элементальном давайте прокликаю свою презентацию вот она не говорит на элементальном но больше в задаче никаких явных признаков нет даже этот признак я настоятельно рекомендую вам ну как бы вторым проходом находить да то есть не сразу за него цепляться сначала пройтись по всем явным потом снова прочитать этот кусок условия и найти если какие-то неявные признаки ну что ж замечательно это мы сделали давайте дальше введи дальше навыки у языки у них разные и это то что в условии на самом деле самое ключевое но больше ничего явно заполнить не можем однако у нас есть некоторые правила которые мы можем уже сейчас начать применять и давайте подумаем с какой половиной таблицы надо начать вот сейчас мне выведут голосовашку попробуйте ответить какой половины таблицы нужно начать? С половины, посвященной навыкам, или с половины, посвященной языкам? С какой половины нам сейчас надо начать? Попробуйте ответить. С какой половины надо сейчас начать? Итак, вот она, голосовашка пошла. Большинство сразу явно, явно говорит, что начать надо с навыков, но есть и те, кто считает, что с языков. Так что я, в общем-то, рад, что не для всех еще так очевидно. Это даже хорошо, что мы продолжим тренироваться. Давайте голосовашку уже закроем, чтобы времени тратить, и поехали решать. Вот, 98 говорит науки, 19 говорит языки. Поехали. Так, внимательно. Почему нельзя с языков? Потому что самое заполненное, что у нас есть из языков, это, например, Ира, которая либо на эльфийском, либо на гноме. Ну, а точно-то не понять, точно не определить. Или, например, элементальный, мы знаем, что это Ксения или Арина. Но это или нас вообще не должно сейчас интересовать. Смотрим на навыки, потому что в навыках уже есть явные ответы, что Маша, Маша, владеет зельями. То есть, это значит, что Маша не является ни там, магическим зоологом, ни трансфигурацией, ни защитой от темных искусств. А также это значит, что зельеварениями ни Ира, ни Ксения, ни Арина не занимаются. То есть, мы можем поставить минусы везде. Вот так вот смело разом. Следующий пункт, который нам точно так же сразу виден, это то, что Ира занимается магическим животноводством, а это значит, что никто другой магическим животноводством заниматься не может. А также это значит, что ни Ксения, ни Арина не животноводы, а Ира не защитник от темных искусств и не трансфигуратор. То есть, тоже смело ставим минусы. И смотрите, в таблице появился пункт, который мы смело можем заполнить плюсом. Это, господа, Ксения, которая не зелья, не животноводство, не трансфигурация. Единственный оставшийся вариант – защита. Ставим туда плюс. А если Ксения защита, значит, внимательно, защитой не может быть Арина. Ставим туда минус. А если защитой не может быть Арина и трансфигурации не обладает ни Маша, ни Ира, ни Ксения, значит, Арина обладает трансфигурацией. И вот так вот мы заполнили половину табличку. Реально изи. Быстро заполнили за счет наличия в ней всего двух плюсов. Вот эти два плюса и парочка минусов, которая там еще была, дали нам эту возможность. Когда мы заполнили половинку таблицы, значит, что мы можем перейти к следующей половинке, вспомнив, что в условиях были пункты, которые тогда нам были бесполезны. девочка, которая говорит на эльфийском, аз в защитных чарах. А это значит, что девочка, которая говорит на эльфийском, нам еще неизвестно, а вот аз в защитных чарах мы знаем. Значит, аз в защитных чарах, Ксения, и есть говорящая на эльфийском. Ставим туда плюс. И все, больше новых фактов, условий там нету. Однако плюс в правой стороне таблицы автоматически говорит, что все, что на этом пересечении, это минусы. То есть, таблица резко одним движением заполняется, ну вот прям на добрую половину. А что мы сейчас сразу можем увидеть? Что Ира не эльфийский, не элементарий, не великаний, значит, гномий. Вот так вот быстро. Ой. Там минус пропал, но это не важно. Да, это не важно. Мы его держим в голове. Ну и плюс, если Ира знает гномий, значит, никто другой гномий не знает. Ставим смело все минусы. А это, соответственно, значит, что Маша, который не эльфийский, не элементарий, не гномий, знает великаний язык. А если Маша знает великаний, значит, Арина великаний знать не может, а это значит, что Арина знает элементальный. Бах! Вот какие дела, ребята! Вот и заполнили всю табличку. То есть, вот такой вот эффект домино. Одну штучку заполнили, другую можем, третью можем, четвертую можем, и вся таблица заполнена. Очень даже быстро. Ну что ж, кажется ли вам теперь эта задача такой сложной? Мне кажется, она реально становится проще, когда вы понимаете, что у нее есть системный подход. И системный подход табличный. Как видите, применим не только к этой задаче, но и к задаче спицей. Тоже можно было применить таблицу, хотя и не явно. Тот пишет, нет, сложно все еще. Ну вот, напишите, что стало легче, чем в начале, стало понятнее, за что браться. Она все еще может являться непростой задачей, но наверняка теперь понятнее, за что браться. Ну что ж, теперь кажется легче. Главное не запутаться. Согласен. Стало легче, понятно, намного легче, легко, легко. Кто-то написал, что все равно сложно, объяснение еще у вас такое сложное, но ее быстрее, ребят, особо не объяснишь. Таблица открыла горизонты. Вот, да, ради этого-то все и затевалось. Ну что ж, поехали. Давайте еще одну задачку решим. Давайте решим еще одну задачку. Задачку последнюю уже на данный момент. Последнюю уже на данный момент. И это будет тоже задача на таблицу, но на самом деле, на первый взгляд, не все видят в ней задачу на таблицу, потому что это задача на программирование, вообще бы, по-хорошему, на программирование. Но без таблицы в ней очень высока вероятность запутаться. Давайте покажу, как не запутаться в подобной задаче. Итак, пункт номер один. Читаем условия. Великий маг и его феникс-помощник отправились на соревнования магов по прицельному метанию огненных шаров. Феникс может применять два заклинания огненный шар и восстановление сил. Чтобы запустить шар, необходим заряд жезла мага не менее 50 уровня. Феникс попадает огненным шаром в мишень, если находится не дальше 10 метров от мишени. При этом, если феникс сильно устал, он не может запускать огненные шары. Когда выносливость феникса становится меньше 30, то нужно срочно применять восстанавливающее заклинание. Однако, для этого фениксу необходимо находиться рядом с магом, то есть на расстоянии больше 50 метров от мишени. Хорошо, что восстанавливающее заклинание требует лишь 10 единиц уровня заряда жезла. Если феникс находится на расстоянии К от мишени, жезл мага заряжен на N уровней, а выносливость феникса равна M, какое заклинание может применить феникс? 0 никакого, 1 огненный шар и 2 восстановления сил. И там пишут, я вижу, там пишут в чате, какое длинное условие, но это не конец, там еще, там еще. И эта задача с открытыми тестами, ее решение является набором ответов, а не программой на языке программирования. Текст теста указан в самом условии, от вас требуется лишь вывести ответы на них в следующую систему. И вот здесь в чате прям много таких ау, страшно, оказывается вот какая задача для вас реально страшная, что-то не ту я начало выносил да ну наверное хорошо что досмотрели до конца не отключились правильно решим теперь с вами реально сложную задачку даже по общему мнению на самом деле это типичная задача на программирование на тему условия зада здесь надо составить условия однако в олимпиадах 7 8 класса не требуется программирование половину задач 7 8 класса можно решить не зная программирование вообще это одна из таких задача с открытыми тестами то есть в ней не обязательно здание программирования можете просто применить ваш алгоритм решения которые вы нашли как каждому из входных вариантов написать на него ответ это будет правильное решение более того так придется сделать даже тем кто напишет программу просто за них это сделает программа им придется подбивать нее самостоятельно эти результаты поэтому программирование здесь не обязательно вот что здесь действительно обязательно это системный подход к составлению условия как это сделать таблицей то есть вопрос можно ли использовать табличный метод ответ да хоть и не так очевидно и так внимательно первое что надо сделать это поставить табличку определяем ее объекты объекты здесь это заклинание это не феникс и маг они здесь просто лирические герои объекты здесь это два заклинания это огненный шар это восстановление сил то есть наши персонажи могут применим применять два заклинания либо огненный шар либо восстановление сил и в качестве ответа да нам надо выбрать какое заклинание применяют поэтому сразу понятно объекты это наше заклинание огненный шар и восстановления сил. Два объекта, то есть три строки. А второе, это наши свойства, наши особенности. И особенности здесь внимательно тоже три. Это чтобы запустить шар, необходим заряд джезла мага. То есть заряд должен быть определенный. Мишень, если находится не дальше 10, то есть расстояние до мишени. Там несколько раз оно упоминается. И выносливость феникса, тоже одно из свойств. Ну и снизу тут они перечислены. Расстояние, заряд джезла мага и выносливость феникса. То есть они все даже перечислены снизу. Тоже три. Таким образом составляем табличку 3 на 4. То есть добавляем по ячеечке на столбец и строку. Получается вот такая таблица. Кстати, не советую рисовать таблицы иконочки. Это просто чтобы презентация красивее смотрелась. Лучше название, лучше текстики пишите. Причем не сокращайте. а то запутаетесь. Ну и собственно говоря, что мы делаем, как мы заполняем нашу таблицу. Пункт номер 1. Пункт номер 1. Это плюсы и минусы нам здесь подойдут. То есть плюсами и минусами заполняем таблицу. Ответ нет. Здесь не плюсы и минусы. Вообще не обязательно чтобы были плюсы и минусы. Мы уже на задаче спицы увидели, что там может быть пустота. А на самом деле тут могут быть сами условия. То есть нам там надо проверять больше сталькита или меньше сталькита. И вот именно эту вещь мы и будем заполнять внутри чейк таблицы. А на самом деле там вообще может быть все что угодно. В том числе и какие-то текстовые названия, какие-то системы уравнений, неравенства, все что угодно. Можно вот так в виде таблицы записать. Не числа, заметьте, не числа, а именно выражение. То есть больше пятидесяти или меньше десяти. Вот именно эта вещь. Не просто пятьдесят и десять. Просто пятьдесят и десять нам ничего не говорят. А теперь погнали. Давайте заполнять. Чтобы запустить шар, необходим заряд жезла мага не менее пятидесятого уровня. Значит, что в таблицу мы напротив огненного шара и заряда жезла говорим, что он должен быть больше, либо равен пятидесяти. Не менее пятидесяти включает в себя пятьдесят. То есть пятьдесят и более. Значит более, либо равно пятидесяти. Очень важно в таких задачах, где есть формулировки в стиле не менее, более чем и так далее. Очень важно не перепутать, где у нас включительная часть, где у нас само вот это пятьдесят. Оно подходит или не подходит. То есть больше, либо равно, или меньше, либо равно, да. Или равно, или больше, или меньше, или и так далее. Я надеюсь, идея понятна, что очень важно не пропустить это равно. Программисты, кстати, пишут больше, либо равно двумя отдельными символами. Всем так привычно. Я вот даже написал сюда, даже не подумал, что кто-то из вас программирование может не знать. И больше, либо равно напишет вот так. То есть с двумя косыми чертами снизу. Ну что ж, здесь я надеюсь понятно. Пойдемте дальше. В Пеникс ой, дальше туда. Пеникс попадает огненным шаром в мишень, если находится не дальше десяти метров от мишени. Пеникс попадает огненным шаром, если находится не дальше десяти метров от мишени. То есть, чтобы применить огненный шар, Пеникс должен быть менее, или равно десяти от мишени. Да, то есть меньше, либо равно десяти должно быть. Больше десяти уже не попадет. Десять еще попадет. Надеюсь, это понятно. Читаем дальше. При этом, если Пеникс сильно устал, он не может запускать огненные шары. А что же значит сильно устал? Да, тут не сформулировано как-то. Опять пытаются нас запутать. Да, помните, как с под этим, под шкафом, под комодом. Когда выносливость, ага, усталость, значит выносливость. Когда выносливость Пеникса составляет меньше тридцати, то нужно срочно применить восстанавливающее заклинание. То есть нам нужно, чтобы Пеникс не был уставшим, да, чтобы его выносливость была больше тридцати. Да, а если она составляет меньше тридцати, то есть тридцать это включается в то, что Пеникс еще бодрый и хороший, а вот меньше тридцати, значит ему уже нужно вот это самое восстанавливающее заклинание. Поэтому мы сразу можем заполнить два пункта. Больше либо равно это огненный шар, а меньше меньше это восстановление сил. То есть если меньше тридцати, значит восстанавливаем силу. Если больше либо равно тридцати, значит можем использовать огненный шар. Такая вот сложная часть условия. Ну, на самом деле, если бы вы даже просто вот эту бы часть заполнили и не подумали бы о том, что находится в выносливости, вы все равно задачу смогли решить. Так, поехали дальше. Ну, срочно примите восстанавливающее заклинание. Однако для этого феникса необходимо находиться рядом с магом. То есть на расстоянии больше 50 метров от мишени. Ну, походу, надо отойти от мишени поближе к магу, да, то есть на расстоянии больше 50 метров. Да, то есть больше 50, больше 50. Это восстановление сил. Так и написано прям. Однако для этого Феликса находиться рядом с магом, то есть на расстоянии больше 50 метров. Не больше либо равно, а больше. Не как минимум 50 метров. То есть вот именно такая формулировка, как больше, не включает в себя 50. Поехали дальше, поехали дальше. И следующий пункт, это, собственно говоря, хорошо, что восстанавливающее заклинание требует лишь 10 уровней заряда жезла. Ну это же всем очевидно. То есть восстанавливание сил надо больше либо равно 10. Вот такие дела. Не путайте, господа, знаки. Это самое главное, что я здесь хочу сказать. Ну что ж, таблицу заполнили. Осталось лишь начать применять к ней тесты. И это реально будет удобно. Те, кто знают программирование, на этом месте могут пойти составлять условия. Что? Если больше либо равно 50, если заряд жезла больше или равно 50, и расстояние до мишени меньше либо равно 10, и выносливость больше либо равно 30, тогда огненный шар. Если выставление... ну и так далее. То есть те, кто знают программирование, на этом моменте могут составлять сложные условия с тремя параметрами. Те же, кто программирование не знают, на этом месте могут просто прикинуть табличку к нашему решению. В табличке у нас, кстати, обращаю внимание, написано вот как. Если, не в табличке, а в тестах, если феникс находится в расстоянии К от мишени, железного мага заряжен на N уровень, а выносливость феникса равна M, какое значение заклинания может применить феникс? 0 никакого, 1 огненный шар, 2 восстановления сил. То есть нам вот сократили так, видите, до буковки, расстояние это К, заряд жезла это N, выносливость это M, ну и, собственно говоря, это может иногда даже помочь запутаться. И тест у нас, смотрите, К равно 5, N равняется 5, M равно 10. Что нужно, чтобы не запутаться? Что нужно, чтобы не запутаться? Нужно, господа, обязательно подписать, что является К, что является N, что является M. Еще раз смотрим на условия, К это расстояние, N это заряд, а M это выносливость. И подписываем. Можете рядом, можете, как я, заменить, там зачеркнуть, да, N это у нас мощность жезла, да, К расстояние, M выносливость. И теперь просто применяем к нашему тесту, да, наше значение. К равно 5. Если К равно 5, это значит, что оно больше 50 или меньше либо равно 10? По-моему, все очевидно, оно меньше либо равно 10. Отмечаем здесь галочку маленькую какую-нибудь в уголочке, или вот тут подписываем единичку рядышком, все что угодно. Далее, N равно 50. N равно 50, это значит, что оно как больше 50, как больше либо равно 50, больше либо равно, подчеркиваю, так и больше либо равно 10. Да, то есть оба условия верны. Оба условия верны. Ну и, собственно говоря, M равно 100, это значит, что M больше либо равно 30. Очевидно, оно не меньше 30, значит, оно больше либо равно 30. А это значит, что в таком тесте нам надо применять огненный шар. То есть ответ 1. И мы просто пишем рядом с тестом единичку, ответ 1. Вот такое решение, господа. В общем, как мне кажется, ничего такого сверхсложного. Если вам тоже так кажется, попробуйте-ка сами решить. Давайте вот дам немножко времени посмотреть внимательно на второй тест. K равно 92, N равняется 11, M равняется 25. Приложите вот сюда, давайте еще чуть-чуть, 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 еще даду, дам посмотреть, а потом запущу для вас опросничек. K 92, N 11, M 25. K 92, N 11, M 25. Смотрите, не перепутайте, N и K, они у нас тут местами поменены. Ну мы же так составляли таблицу, можно было умнее ее составить, конечно, заранее, поставить все в правильном порядке, но не составили. Времени переписывать долго, а вот буковки не перепутать важно. Так, я вот вижу уже, что правильные ответы там начали писать. Давайте запускать опрос. Давайте запускать опрос, посмотрим, все ли успели посчитать, правильно ли посчитали и так далее. И вообще скажите, скажите мне прямо сейчас, пока вот вместо того, что писать правильные ответы в чат, выделите правильный ответ в тестировании, да, и напишите мне прямо сейчас, вот прямо в чат, стала ли эта задача в миллион раз понятнее от того, что мы все эти условия формализовали в виде таблицы. В моем представлении реально стало прям супер понятнее, потому что вот во всем том условии выковыривать, что куда, пальчиком проходиться по этому условию для каждого теста было бы просто сумасшествием. Вы бы как минимум потратили на это много времени, а как максимум сбились бы, сбились и получили бы где-то, хотя бы в одном месте неправильный ответ, то есть не максимальный балл, а на Олимпиаде это плохо. Гораздо лучше. Так, ну что ж, давайте запускать, завершать голосование, смотреть ответы. Большинство правильно ответили ответ восстановления сил. Молодцы, ребята. Давайте разберемся, почему восстановление сил, потому что не все ответили правильно, не все ответили правильно, да. Восстановление сил почему? Потому что k равно 92. 92 у нас не меньше и равно 10, но больше 50. Кстати, обращаю внимание, что то, что оно не меньше и равно 10, не значит, что оно больше 50. Например, число 40 ни туда ни туда не подходит. Это бы значило, что мы вообще не можем колдовать заклинания. Поэтому больше 50 выделяем. Далее, вот я что-то смотрю в свою презентацию, перепутал я местами. Давайте на m, посмотрим сразу на m. m равно 25. 25 у меня больше или равно 30? Ммм, кажется, нет. Да, 25 меньше 30. Меньше 30? А, да, меньше 30, значит, можем там выделить. Ну и последний момент. Это n равно 11. 11 больше или равно 50? Нет. 11 больше или равно 10? Да. Ставим туда единичку. Соответственно, ответ восстановление сил, господа. Во втором тесте восстановление сил. Вот такой вот тестик. И дальше надо по всем вариантикам вот так бы пройти, то есть и так далее. Давайте время на это сейчас тратить не будем. Ну что ж, ребята, напишите мне в чат, как вам наше сегодняшнее занятие. Понравилось ли вам? Было ли вам интересное? Узнали ли что-то новое? Будет реально очень интересно узнать. Узнали ли что-то новое? Понравилось ли вам наше сегодняшнее занятие? Если это так, то, господа, большой вам респект. Мне очень радостно, если вы нашли для себя что-то интересное в моих объяснениях, может, в каких-то моих шутках, да. Я старался немножко и пошутить, и так далее. Продолжение следует...